попалась мне вот такая вот пряжка образца 1940 года генеральская в позолоте способ крепления другой немножко отличный от ркк 35 года ну и поскольку пряжка генеральская хотелось бы вспомнить какие-то анекдоты что ли про генералов порой генерал путал боинский долг с супружеским тот народ который не хочет кормить свою армию спасет от ожирения много генералов в семье генерала все служили в армии кроме бабушки бабушка служила на флоте приходит генерал в парикмахерскую просит выбрать его на лосо кладет рядом пистолет говорит если хоть немножко отцарапаешь пристрелю а коли все нормально пройдет заплачу большие деньги парикмахер согласился сделал работу на отлично генерал платит обещанный говорит не как это ты решился когда под угрозой была твоя жизнь но моя бритва была ближе к вашему горлу чем ваша рука к пистолету генерал вызвал своего начальника штаба и приказал ему подыскать умного исполнительного офицера хорошо у меня есть для вас подходящая кандидатура на примете а что еще ну затем найдите причину для освобождения вас от занимаемой должности генерал стегал жену ремнем но не своим обнаруженным солдат в спальне солдатским отец генерал разговаривает со своей незамужней дочкой вот когда ты уже выйдешь замуж столько вокруг офицеров молодых красивых перспективных все у них впереди не нравлюясь им папа говорят что характер у меня скверный плохо дочка а ты папа между прочим генерал мог бы приказать кому не какому-нибудь достойному жениху не могу я дочка не имею морального права так просто человеке на смерть посылать тут недавно у полковника обнаружили 8 миллиардов это еще генералов никто не обыскивал теща решила переехать к своему зятью генералу но по дороге и и призвали в армию генерал армии идет по техасскому городку на каждых воротах нарисованы мишени в каждой присутствии пулевое отверстие точно в яблочке генерал спрашивает у старика сидящего на скамейке папаша а кто это у вас такой меткий стрелок да это рыжий один тут стрельбе упражняется так этому парню самое место в армии в снайперском заводе не он вам не подойдет почему не подойдет он же такой меткий ну видите ли в чем дело он сначала стреляет а потом рисует мишень воинская часть поздно вечером на улицу вышли лейтенант полковник и генерал лейтенант говорит товарищ полковник товарищ генерал посмотрите какие на небе звезды полковник вот бы их на погоны генерал говорит вот бы их на коньяк генерал генерал идет по улице маленького городка, навстречу пьяный рядовой, который заплетачий с языком спрашивает, куда мне лучше сейчас пойти? Генерал спрашивает, знаешь ли ты с кем говоришь? Куда мне надо пойти? Генерал говорит, ты знаешь с кем говоришь? Вот нажрался. Я не знаю куда идти, а ты не знаешь кто ты сам. Генерал на построении говорит, если я не найду виновных, то я их назначу. Генерал отгадывает кроссворд и вслух рассуждает, на ка начинается, на с ка кончается. Автомат что ли? Инспекционная проверка. Товарищ майор, почему в роте такая гнусная вонь? Правильно говорить не в роте, а во рту, товарищ генерал. Генерал говорит подчиненному, хотите получить старлея? Ну конечно хочу. Тогда поезжайте в Этерезвители и получите там нашего старлея. КОНЕЦ Рядовой подходит к генералу. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Гусь, свиньи, не товарищ. Товарищ генерал, а я такой гусь, что с любой свиньей могу поговорить. Генерал общается со своим водителем. Василий, а вот в постели это работа или удовольствие? Ну, если с вашей женой, то работа, а если с вашей дочкой, то удовольствие. Все анекдоты вымышлены, совпадения с реальными людьми или событиями случайны. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok